К новым горизонтам с новой лодкой. Общественное телевидение Приморья, многократный чемпион мира и Европы по гребле, призер Олимпиады в Лондоне Иван Штыль и Министерство физкультуры и спорта края открыли совместный конкурс, раскрашивая скорость. Выдающийся спортсмен по уже сложившейся традиции предлагает приморцам придумать дизайн для новых лодок. На них он и его соратники будут выступать на соревнованиях самого высокого уровня. Участники получат призы. Готовые эскизы, идеи и проекты приморцы могут присылать на электронную почту ОТВ-конкурс собачка.мейл.ру. Хоть Иван и показывает, в качестве примера классическое спортивное каноэ – это уже раритет. Нынешние лодки отличаются от него, как Феррари или Ламборджини от Жигулей. Резкие хищные контуры, эргономичные параметры – все это нужно учитывать при создании макета. Лодок. Хватит на всех, утверждает Иван. Какие-то из наиболее интересных, креативных и ярких дизайнов или групп работ смогут уместиться на длинных байдарках и каноэ-четверках. Какие-то на одиночном каноэ. Хочется, чтобы в этом приняли участие все жители Приморского края и придумали новые дизайны лодки для нас. Это не говорится, что я только буду выступать на такой лодке. Может быть, мы сможем это проецировать и на другие лодки, также на байдарки, и двойки, и четверки. Все дело в размерах. Участникам конкурса нужно постоянно держать в уме, что их творения будут размещены на очень вытянутых бортах. То есть, соотношение высоты к длине должно быть 1 к 10, 1 к 15 и не больше. Если рисовать эскиз, то на узкой полоске бумаги. Акцент композиции нужно сделать на носу лодки. Есть вариант создать эксклюзивный дизайн на поверхности весла. Также здесь мы можем что-то придумать, и это будет очень хорошо видно, когда идут соревнования. Операторы тоже акцентируют внимание на эту часть весла. То есть, вот здесь также мы можем. Это около 50 сантиметров в длину и 24 в ширину. Темы могут быть самыми разнообразными. По мнению Ивана, предпочтение будет отдано Приморью – уникальности его природы и истории. Подойти творчески, позитивно, и чтобы эта идея или то, что они придумают, было связано с Дальним Востоком, с Приморским краем, с Владивостоком. Для меня это очень важно. Главные условия отсутствия в конкурсных работах – религиозного и политического подтекста, тематики 18+, и, конечно же, плагиата. Работы должны быть авторскими. На лодках Ивана уже были тигры, матрешки, хохлома, пинап-модели. Работы принимаются до 15 декабря включительно. Жюри, которое возглавит сам Иван Штыль, подведет итоги конкурса за неделю до Нового года и порадует лучших участников призами в канун 2021-го. Павел Зайцев, Руслан Мартынычев, Панорама.